мы сами в пустыне она не похожа на сахару что делать это именно та пустыня по которой Господь водил израильтян который начинал свое служение Иоанн в которой искушаем был Иисус это пустыня Библии очень часто реальность не соответствует нашим представлениям гораздо важнее чтобы реальность соответствовала тому что говорит Писание а оно говорит нам что в 15 год правления Тиберия Кейсаря когда Понтий Пилат начальство участвовал в Иудее а Ирод был четверовластником Галилеи Филипп брат его четверовластником Витуреи Траханинской области Алисанья четверовластником Побилинея знаем уже всех кто служил и вернее кому служили при первосвященниках Анне и Киафе был глагол Божий Киану сыну Захарии в пустыне добавляет Писание по времени приблизительно Господь Бог обращается к Иоанну в 25-26 году по Рождеству Христову или нашего лета исчисления но что интересно что слово слово которое здесь есть при обращении к Иоанну оно не логос это совершенно другое греческое слово это слово рема не слово затаенное или выношенное а слово произнесенное слово которое побуждает человека что-то что-либо делать и Иоанн начинает свое служение если мы продолжаем читать Писание дальше то в Евангелии от Марка 1 главе или у Матфея в 3 или у Луки то же самое в 3 главе говорится что Господь Бог посылает ангела но по сути своей слово ангел а совершенно не обозначает то что мы к чему мы собственно говоря привыкли некое творение Божие с крыльями за спиной вообще говоря в Библии есть одна книга которая не имеет своего названия это книга которая известна нашему русскоязычному читателю как книга пророки Малахии ну все скажут как же так это книга Малахии да и нет слово Малах обозначает на иврите ангел и оно же обозначает обыкновенный посланник поэтому принято считать достаточно достоверно что это достаточно анонимная книга которую Господь веряет своему посланнику и точно так же здесь когда Писание говорит я посылаю ангела моего я посылаю некто я посылаю какого-нибудь может быть даже человека может быть ангела кого угодно для того чтобы приготовить пути Господа Бога и Писание продолжает у Луки и он проходил по всей окрестной стране Иорданской проповедуя крещение покаяние для прощения грехов обратите внимание проповедуя крещение покаяние мы будем дальше много говорить о сути крещения но давайте как бы заострим наше внимание здесь что крещение бывают разные в данном случае мы говорим о крещении покаяния как написано в книге слов пророка Исаии который говорит глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу и прямыми сделайте стези ему всякий дол да наполнится и всякая гора и холм да понизится и кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими и узрит всякая плоть спасения Божьего Марк добавляет что Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих ел акриды и дикий мед сегодня этот мед продается по баснословным ценам в магазинах здоровой пищи а тогда конечно же считался пищей людей которые не имели никакого достатка да и одежда Иоанна тоже наверняка не вызывала никакой зависти Матвей говорит что покайтесь передавая слова Иоанна ибо приблизилось царство небесное то есть в этом нет никакой угрозы а как бы царство небесное приближается поэтому вам хорошо бы покаяться и точно так же говорит о в особенностях одежды Иоанна добавляя при этом что крестились от него в Иордании исповедуя грехи свои я хочу обратить ваше внимание на некий еврейский аспект всего этого текста прежде всего начинается словами в те дни ну скажете вы эко невидаль в те дни но когда мы читаем в еврейских текстах а евангелие это без сомнения еврейские тексты когда мы читаем с вами упоминание в те дни это всегда абсолютно всегда в библии несет некий эсхатологический характер я хочу напомнить вам некоторые стихи из пророков которые подтверждают эту мысль например близок день господин великий близок и скоро очень наступит голос дня господа горько закричит там даже могучий день ярости день тот день бедствия и несчастья день разрушения разорения день тьмы и мрака день облака и мглы говорится в книге пророка сафания или например в другом месте в книге пророка амоса в тот день подниму я скинию давидова которая пала и заделаю щели стены его и восстановлю я знаю это звучит немножко непривычно это не совсем русский ортодоксальный перевод но вы все прекрасно понимаете откуда это место эта книга амоса 9 глава 11 стих или например далее из книги пророка захарии и будет в день тот сделаю иерусалим камнем тяжелым для всех народов все поднимающие его и сарапается сильно и соберутся против него все племена земли в день тот слова господа поражу всякого коня ужасами всадника его безумием и на дом иуды открою глаза свои и всех коней у народов поражу или например в книге пророка исаи и будет в тот день остаток израиля и уцелевшие из дома якого и не будут больше полагаться на того кто бьет их и будут воистину полагаться на господа святого израиля и так далее и тому подобное естественно что для всех в том числе фарисеев которые позднее выходят креститься или народ который живет здесь в этих местах слова в тот день звучат как сигнал сигнал к тому что надо приготовиться это не просто завтра послезавтра своими словами господь бог через и она как бы обозначает людям некую черту за которой надо будет держать ответ и они начинают слушать его и многие приходят к нему креститься писание продолжает и говорит покайтесь или на еврите возвратитесь к богу все это сказано через пророка исаев который говорит голос вопиющего в пустыне или голос взывающий в пустыне раби леви в этой связи пишет голос призывающий в пустыне таков обычай этого мира что человек потерявший драгоценную жемчужину ищет ее там где потерял святой благословенный потерял свой народ в пустыне как сказано в пустыне это и закончат жизнь свою и там умрут в книге числа поэтому туда он отправляется искать свой народ это общая традиция в иудаизме что камень поднимается с того места куда он был брошен поэтому если господь бог обрек по делам своего народа народ свой на вымирание почти полное в пустыне оттуда же согласно еврейской традиции должен снова раздаться тот голос который призовет народ израиля к покаянию и анжи был говорить писание одет в одежду из верблюжьего волоса и был подпоясом по бедрам кожаным поясом и пытался он современным языком выражаясь саранчом саранчой и диким медом саранча это был специальный вид саранчи был единственным видом саранчи который был разрешен израильтянам в в пищу пару интересных моментов а мы все знаем что иисус и он соблюдая закон иначе не могли они должны были одеваться в одежду которая соответствовала бы писанию так вот в фрактатах талмуда говорится что человек который носит одежду из шерсти имеется ввиду верблюжьей шерсти или козьей шерсти он освобожден от обязанностей одевать на себя молитвенное покрывало или талит что вполне разумно потому что для человека ведущего аскетический образ жизни это могло быть неким затруднением дополнительная одежда но более того есть еще одно интересное упоминание в вопросах творения когда писали раввины они писали что раз вместе с мессией естественно еврейский мессия это не наш с вами мессия который был до сотворения мира но тем не менее интересно упоминаем что еврейских источниках говорится что вместе с мессией было создано определенное количество вещей и вот одну одни из вещей созданных вместе с мессией был именно кожаный пояс поразительно но естественно что матфей это знает и естественно матфей приводит эту деталь чтобы подтолкнуть людей к той самой идее которая их подталкивает слова в тот день указывая что все события которые происходят здесь конечно же будут иметь эхал эсхатологическое значение писание продолжает и говорить иерусалим и вся иудея и вся окрестность иорданская или иорданская выходили к нему и крестились в нем в иордане признавая свои грехи а вообще может создаться впечатление что крещение это некий новый обряд введенный иоанном это абсолютно не так когда вы обратитесь к тексту то вы увидите что люди которые выходили они просили иоанна о крещении но ни один из них не спрашивал что такое крещение крещение или с греческого слова баптидзо или на иврите твиля обозначает практически одно и то же погружение или омовение многие предлагали даже назвать в этой связи и она не крестителем как это звучит давно привычно для русского уха а предлагали назвать его иоанном омывающим но мы должны понять в чем же на самом деле состоит суть крещения или суть омовения это не новый принцип например в библии или в танахе и ветхом завете часто встречается этот термин правда немножко в другом ракурсе когда мы читаем что господь бог призывает людей а мыть свои одежды очень часто ибо место сие свято а мыть свои одежды конкретно в контексте ветхозаветных текстов обозначает а мыться обозначает то что мы сегодня называем принять крещение то есть удалить от себя символически следы нечистоты и следы греха что интересно почему же на самом деле этим занимается иоанн это совсем уже другая тема ну нам с вами известно что иоанн происходит из семьи перво священников он коэн он священник функция священника всегда состояла в том чтобы свидетельствовать о том что человек который проходит погружение или омовение становится чистым например я хочу прочитать вам отрывок посвященный так называемый мы говорим так называемый потому что мы до конца не знаем в чем состояла суть этой болезни проказы так вот каждый раз когда прокаженный человек проходил обряд очищение после избавления от проказы функция священника состояла в том чтобы засвидетельствовать вот именно это избавление от болезни и таким образом выполнить ту функцию которую здесь в этом месте уже исполнял иоанн креститель писание говорит когда у кого появится на коже тела опухоль или лишай или пятно и на коже тела сделается как бы язва проказы то должно привести его корону священнику это важно или к одному из сынов его священников священника смотрит язву на коже тела и если волосы на язве изменились в белые язва оказывается углубленную в кожу тела его то это язва проказы и священник осмотрев его объявить его нечистым а если на коже тела его пятно белое но она не окажется углубленным в кожу и волосы на нем не изменились белые то священник имеющего язву должен заключить на семь дней и в седьмой день священника смотрит его если язва останется в своем виде и не распространится по коже то священник должен заключить его на другие семь дней седьмой день опять священник осмотр его и если язва менее приметно и не распространилась то священник должен объявить его чистым и это лишай и пусть он омоет одежды свои и будет чист таким образом механан выступает здесь как бы свидетелем того что люди приходящие к нему каются или очищается внутренне и его функция состоит в отличие от того как это происходит сегодня традиционно не в том чтобы своими руками погружать людей в воду мы будем с вами об этом говорить когда будем находиться на реке и ордан суть содеянного или деянного священником как ветхом завете так и в новом завете во времена крещение состояло в том чтобы свидетельствовать о человеке который погружается воду а его духовном очищении и как бы подтвердить своим присутствием и окунание этого человека но ни в коем случае не принимать непосредственное физическое участие в его погружении в этом и состояла по своей сути суть крещения поддержите этого семинаре молитвы и финансами не рассчитывайте что пожертвует кто-то другой так думают многие и хорошие проекты перестают существовать поддержите наш проект молитвы и финансами информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv семинаре точка ком в конечном итоге и он начинает свое служение абсолютно понятно для всех что служение его будет служением продолжение учения ветхого завета и он начинает это и служит все иудеи и служит иерусалиму конечно ему предстоят еще нелегкие дни конечно ему суждено быть отвержено но мы знаем что очень скоро к нему придет спаситель и этот спаситель в котором никогда не было греха предпочтет по выбору своему креститься у иоанна для того чтобы иоанн мог подтвердить что в иисусе нет никакой чистоты крещение которое мы сегодня с вами проходим это естественно крещение по вере и когда наши священники преподают нам этот обряд их функция состоит в том чтобы на самом деле убедиться согласно нашему исповеданию не осталось ли в наших сердцах вот этих духовных язв проказы ну а в конечном итоге отчет за каждое свое действо и за объявляющиеся себя на словах последователями иисуса а являющиеся ли таковыми господь бог узрит ищите нас поисковых системах по запросу тв-семинарии и и и и и и